Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин. А сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Сергей Владимирович Потянин. Сергей Владимирович, приветствую! Добрый день! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сергей Владимирович, мы опять уносимся на Средиземное море? Да, естественно, но сегодня будет некий спин-офф, как говорят киношники. Так, так. А можно я, перед тем, как мы начнем... Конечно, конечно. Друзья, нам очень нравится, что нас поддерживают многие из наших зрителей, и нам это удобнее всего, если вы делаете на платформе спонсор. Благодаря, в общем-то, вашей поддержке, многих из вас, выходят все наши ролики, в том числе и этот. Так что, кто неравнодушен, кто хочет поддержать наших уважаемых авторов, переходите на спонсор, поддерживайте нас там. Спасибо. Извиняюсь. Да не за что. Итак, в комментариях к одному из последних роликов мне высказали такое замечание, что он как раз про итальянские подводные лодки. Что было рассказано про их боевые действия, но не было сказано, собственно, про сами лодки, про их конструкцию, развитие и так далее. Ну и дабы пойти навстречу пожеланиям зрителей, что я всегда люблю делать, поэтому обязательно пишите комментарии. Решил это исправить. Ну и поскольку, а что же про водные лодки-то? Мы же и про другие корабли тоже не говорили. Про кораблики вообще интересно. Поэтому начнем, как говорится, сначала. Будет цикл из нескольких лекций, посвященных технике итальянского флота. Техники, тактики, организационной структуре. Ну, вообще, как бы есть стандартная формула для описания военно-морских сил. Коротко звучащие корабли, базы, люди. Вот мы попробуем итальянский флот изложить по этой схеме. Корабли, базы, люди. Начнем, естественно, с кораблей. В принципе, вот по хронологии, конечно, данные ролики должны были бы идти перед вообще, вот, перед всем сеземноморским циклом. Ну, кто не смотрел, можете смело начинать с этих, а потом уже переходить к описанию боевых действий на Сеземном море. Да, ссылки мы дадим в описании. Да, естественно. Ну и, так сказать, данный цикл, он будет демонстрировать, насколько справедлива знаменитая фраза, приписываемая Уинстону Черчиллю, что итальянцы строят корабли лучше, чем на них воюют. Вот мы и посмотрим, насколько лучше. А что, правда он такую фразу сказал? Ну, приписывают. А, понятно. На самом деле, ну, это же Апукайф, в общем-то, не очень понятно, говорил ли он ее, нет. Кто-то ее явно говорил. Будем считать, что говорил, в общем-то. У нас все любят приписывать Черчиллю. Все неизвестное, выдается за великое и так далее. Итак, сегодня стартовая лекция будет называться так, условно. «Итальянская морская политика и кораблестроительные программы в период между мировыми войнами». Окончание Первой мировой войны и поражение Тройственного альянса привели, прежде всего, к распаду Австро-Венгерской империи, которая, в общем, являлась таким главным традиционным противником Италии на море. Соответственно, Италия осталась без внешней угрозы и сразу встал вопрос, что же делать. На это наложился послевоенный финансовый кризис, что, в частности, привело к отмене постройки четырех заложенных итальянских сверхдредноутов типа Карачёва. То есть решение об отмене их постройки было принято 2 января 2021 года. В большой степени готовность, я смотрю, были, да? Ну, это спусковая готовность, да, корпус сформирован. Ну, так, по-моему, общая готовность оценена с процентов 20, на самом деле. Ну, это причем головной, остальные-то меньше, естественно. Итак, продолжаем. А конец войны также привел к урезанию военно-морского бюджета. Вот в 2019 году он в пересчете на покупательную способность Лиры составил в четыре раза меньше по сравнению с тем, что был в 2013 году. При этом число кораблей в составе флота возросло, инфраструктура возросла, количество личного состава возросло, соответственно, расходы в пересчете на один корабль сократились даже. Ну, флот в это время находился в не очень хорошем, прямо скажем, состоянии, поскольку основным местом приложения усилий итальянского флота была Адриатика, театр замкнутый, опять же, действия велись в основном легкими кораблями. Ну, достаточно сказать, что линкоры итальянского флота, дредноуты новейшие, ну, за всю войну совершили два-три боевых похода. Вот, там, сходили на Корфу и обратно. Некоторым еще переход с места постройки, это где-то в районе Генури, вот главную базу в Таранто, тоже считался как боевой поход. Вот все, все остальное время они находились либо, ну, они находились в порту, либо просто стоя, либо в так называемой готовности к выходу. То есть машина под парами, ну, вот, собственно, в боевых действиях не участвовали. И вот это ведение войны методом флиттенбин как бы вело к бездействию главной части флота, его линейных сил, и падению морального духа, собственно, итальянских моряков на этих линейных кораблях, действующих, соответственно, и уровень боевой подготовки. За время войны значительная часть корабельного состава морально и физически устарела, и хотя имелось пять дредноутов в строю, интернет-флот ощущал острую нехватку крейсеров. В общем, в принципе, во всем флоте было три достаточно современных крейсера, поэтому очень важное подспорье сыграли полученные по репарациям пять крейсеров бывшего противника. Это три германских, Пилау, получившие название Бари, Грауденс, получившие название Анкона, Штрасбург, ставший Таранта, и два бывших австро-венгерских, Сайда, ставший Венецией, и Гильгаланд, ставший Бриндизи. Одним из главных уроков войны в отношении корабельного состава стал пересмотр подхода итальянского руководства, итальянского флота, к вспомогательным судам. Если раньше они рассматривались, ну, как такая, не очень важный придаток тыловой организации флота, считалось вообще, что в случае войны можно будет либо реквизировать несколько нужных судов, либо, в крайнем случае, купить у частных владельцев, там, вот, и быстренько их адаптировать к потребностям войны. Ну, война показала, что это немножечко оптимистичный подход. Поэтому в период с 19-го до 22-го года, вот, итальянский флот сформировал по-настоящему действенный плавучий тыл. Важную роль в этом сыграли суда, полученные по репарациям бывших противников Германии и Австро-Венгрии, либо же даже построенные специально в этих странах по, ну, как бы, по итальянскому заказу, можно сказать, но тоже в счет репараций, да. Ну, в основном покупались танкеры и водолеи, но в дополнение к ним было построено два больших танкера, это Бренера и Теравизио, на которых испытывалась система ПТЗ конструкции Пульезе. Мы о ней ниже скажем. А также Плавмастерская Кварнара. Это против торпедной защиты, да? Торпедная защита, да. Еще одно важное подспорье получилось случайно. Это итальянской дирекции государственных железных дорог перед войной намерились построить четыре быстроходных, ну, пакетбота, то есть грузопассажирских судна, там, чтобы почту возить в отдаленные, там, в Южную Америку в основном. И вот они отказались от их постройки, причем суда уже были заложены, находились в достаточно высокой степени готовности, и флот четыре судна скупил по, так сказать, по сходной цене. Из этих четырех, значит, купленных сделали две плавбазы подводных лодок Антонио Починотти и Александра Вальта. К ним же относился будущий гидровеносец Джузеппе Миралия, а также будущая королевская яхта Савойя. Ну, вообще, о ней стоит сказать, что вплоть до своей гибели в 43-м году, это была крупнейшая королевская яхта во всем мире. Вот так там. А сколько там? Ой, на вскидку не скажу, районе восьми, по-моему. Ну, могу в комментариях уточнить. Огромный королевский. Да, большая, большая. Я не знаю, вот после войны в Англии была построена яхта Британия, вот в сопоставимых размерах не скажу, больше она была или все-таки тоже уступала. Ну, помимо своего основного предназначения, данные вспомогательные суда также использовались в качестве неких испытательных стендов для отработки важных технических решений. Вот, как я уже упомянул, на двух танкерах испытывалась система ПТЗ, а на танкере-бензиновозе Стиджи была отработана система заполнения танков топливных инертными газами, то есть отработанными, и связанной с ним с системой пожаротушения. Это делалось с прицелом на постройку будущего итальянского авианосца, который так, в общем-то, и не состоялся. Ну, главным противником Италии вскоре после окончания Первой мировой войны становится Франция. Причем противостояние это было связано с тем, что когда Италия выбирала сторону, на которой вступить в Первую мировую войну, ну, естественно, итальянское руководство, ориентировавшись на то, кто же посулит больше плюшек. И, поскольку союзники по Антанте это сделали больше, обещали как триест вожделенный для итальянцев, так и расширение их владений в Северной Африке. В частности, оно должно было идти в две стороны, в сторону французского Туниса и в сторону пробританского Египта. И вот, когда война кончилась, французы сказали, а вот фиг вам, мы своей земли вам в Африке не дадим. Ну, естественно, итальянское руководство закусило дела, и на последующие, сколько там, почти 20 лет, Италия и Франция стали важнейшими противниками на Северноморском театре. Причем, кстати, Британия передала в 1925 году обещанную территорию на границе с Египтом. Причем, французы, опять же, видели в итальянском флоте, при отсутствии другого противника, главную угрозу своим коммуникациям, тоже на Северном море, между Северной Африкой и, собственно, Францией. Ну, и Ливан там. Ну, Ливан тоже, да. При этом нужно заметить, что к концу Первой мировой войны суммальный тоннаж итальянского флота составлял порядка 450 тысяч тонн, а французского достигал 700 тысяч. Поэтому в итальянской историографии период с 19 по 1932 год называется «Итало-французским противостоянием». Ну, инициатива здесь принадлежала Франции. 12 апреля 1922 года во Франции была принята первая послевоенная кораблестроительная программа, по которой предполагалось построить три легких крейсера, это будущий тип «Дюгетриэн», 8 тысяч тонн, шесть контраминоносцев. Ну, унициатива я называю корабли, которые у нас зачастую, в общем-то, не очень точно относят к лидерам. То есть это большие крупные эсминцы, размером вот первая серия из шести кораблей типа «Жигуар» имела в размещении стандартные 200, 2100 тонн, а последние типа «Магатор» там у них за 3000 переваливало. Причем эти корабли никогда не действовали в качестве лидеров, поэтому, в общем-то, называть их лидерами, ну, по сути, неправильно. Это были именно контраминоносцы, как бы такой отдельный подкласс внутри класса эскадрных миноносцев. Ну, продолжим. Значит, вот три легких крейсера, шесть контраминоносцев, 12 обычных эсминцев типа «Бураск» и ряд подводных лодок. Италия же из-за дефицита послевоенного бюджета смогла на это ответить только четырьмя эсминцами типа «Селла». А прочие корабли, которые вступали в строй в это время, строились еще по довоенным кровостроительным программам. А вот эти «Селла» серьезные эсминцы были? Ну, примерно соответствовали британским, новейшим на то время типа «ВВ». Ну, мы потом про каждый тип отдельно расскажу. То есть, когда мы обратимся к эсминцам, там мы про них расскажем. Следующей важной вехой стала Вашингтонская конференция, на которой Италия, в общем, даже не прилагая каких-то чрезмерных усилий, так звезды сложились и воля более крупных морских держав, добилась неожиданно для себя прийти это с Францией по линейным силам. То есть, и той, и другой страны отводились на линейные флоты суммарный тоннаж 175 тысяч тонн, и авианосцам 60 тысяч тонн. Но при этом на них накладывалось обязательство не начинать постройку новых линкоров в течение шести лет. Ну, о том вообще, какой моральный фактор это имело, можно, например, что вот всего каких-то 50-60 лет назад Италия была, только-только появилась вообще на свет, как таковая, как вот объединенные государства. И, собственно, итальянский броненосный флот, он создавался на французских ферфях. Франция же долгое время, там вот с тех пор, и до десятых годов 20 века, вообще считалась второй мировой державой по флоту. Потом это она уже уступила Германии, потом и Штатам, потом и Японии. Вот Франция скаталась, можно сказать, а Италия оставалась на месте. И для итальянских моряков вот это вот, то, что их уравняли в мировой табеле рангов с недавними учителями, можно сказать, там, патронами, это для них очень такую важную роль сыграло. Значит, Вашингтонский договор вот в отношении линейных кораблей, там вообще учет шелся тех, кого решался оставить в строю буквально по головам. Италия допускалась оставить в строю 10 единиц с суммарным водоизмещением 182 800 тонн. Значит, перечисляю поименно. Это новейшие дредноуты Андреа Дорио, Кайо Дуилео, Конте Дикаву, Джулио Чезаре и Леонардо да Винчи. Причем Леонардо да Винчи в 16-м году, ну, можно сказать, погиб, но и состава флота не исключался, и на тот момент итальянцы надеялись его отремонтировать и вернуть состав флота. Так, значит, первый итальянский дредноут Данте-Легери и четыре корабля последних преддредноутов итальянских Виктория Мануэля, Реджина Елена, Наполи и Рома. Франция также получила возможность сохранить в строю 10 линейных кораблей, но чуть большим суммарным водоизмещением – 221 170 тонн. Это сверхдредноуты с 340-мм артиллерией Британь, Лорен и Прованс. Четыре дредноута с 12-дюймовыми орудиями Курбе, Жанбар, Париж, Франц. Причем Франц в том же году, 22 августа 2022 года, погиб при результате навигационной аварии. И три из шести последних преддредноутов – Кандарсе, Дидро и Вольтер. Строительство новых линейных кораблей странам-подписантам Вашингтонского соглашения запрещалось до 1931 года, но Франция и Италия, имевшие к моменту подписания наиболее устоявшие линейные силы, им разрешалось заложить по одному линкору водоизмещением не более 35 тысяч тонн, но это вообще предел водоизмещения для линкоров, установленных Вашингтонским договором. По одному в 1927 году, еще по одному в 1929. Или же число линкоров могло быть больше, но с условием не превышения суммарного их тоннажа величиной 70 тысяч тонн. На лондонской конференции 1930 года, это мы низко забежаем вперед, линкорные каникулы, так называемые, были продлены еще на шесть лет, до 1936 года. Опять же, с сохранением за Францией и Италией право построить линкоров с суммарным тоннажом 70 тысяч тонн. Ну, несмотря на формальное разрешение, ни та, ни другая страна не стремились начинать строительство линкоров. Во-первых, по финансовым соображениям, а во-вторых, как бы каждая занимала выжидательную позицию, ожидая, что же предпримет, так сказать, визави. Немалую роль в этом сыграло бездействие итальянское полное, ну и французы, собственно, во время Первой мировой войны свои линейные силы тоже не очень активно использовали. Поэтому обе страны вели гонку легких сил. Хотя итальянцы начали работать над своими новыми линейными кораблями еще в 1928 году. Об этом мы скажем ниже уже в следующей лекции. При этом Италия была готова заключить паритет и по легким силам. Но Франция категорически это отвергала, мотивируя тем, что у Италии всего один театр, на который ей предстоит действовать, а французы вынуждены держать силы как против Италии на Средиземном море, так и против, там, с прицелом на Германию, в Атлантике и в Северном море. Ну и плюс еще у них там Юнда Китай и так далее. Ну колонии, колонии, да. Итальянцев их тоже они были, но не такие большие. Ну колонии, как бы в то время уже не предполагалось, что они требуют линейных сил. Как бы линейные силы это всегда вот митрополии, так что, а вот легкие силы, как раз да, они в колониях нужны. Ну вот мы тоже зрителям представим такую табличку. Это итальянское граместроение в межвоенные годы. Значит голубые колонки это закладки, все по годам, а зелененькие это вступление в строй. Вот красным верху эсмин-семеноносцы это то, что строилось еще по довоенным программам, как я говорил. Вот уже все остальное это программы межвоенные. И об этом мы подробно будем говорить, но мы к этой таблице еще будем возвращаться. Ну как известно, в октябре 1922 года, после знаменитого похода на Рим, к власти в Италии пришло фашистское правительство во главе с Бенитом Уссаллини. С Беней. Да. Пост морского министра при нем занял герой Первой мировой войны адмирал Паоло Талон Деривель. Вот такой усатый дядька, представленный на данном снимке. Первая итальянская грамместраительная программа послевоенная рассматривалась в 1922-1923 годах, хотя на самом деле ее выполнение затянулось аж до 1927 года. Значит, что в рамках этой программы предусматривалось? Во-первых, отказ от восстановления линкора Леонардо да Винчи. Решение было принято 26 марта 1923 года. Линкор к тому времени, ну он когда погиб, он перевернулся, как императрица Мария, в общем, как Новороссийск. Его уже к тому времени подняли, ввели в ДОК, но от дальнейшего восстановления отказались. Такие разрушения большие были, да? И разрушения были, и финансы. Денег не было от слова совсем. Понятно. Далее, в рамках той же программы, в общем-то, основной момент, это заказ двух крейсеров в 10 тысяч тонн. Ну, 10 тысяч тонн – это максимальный тоннаж крейсеров, разрешенный Вашингтонским договором. Тяжелый крейсер. Да, ну, в будущем тяжелый, пока они еще просто крейсер, да, мы скажем об этом тоже ниже. Значит, Трент и Трест. При их проектировании приоритет отдавался скорости и ударным качествам. Эти корабли, кстати, имели самое мощное на тот момент в мире зенитное вооружение. Вот как ни странно. Далее, рассматривался вопрос о подготовке проекта авианосца в 9 тысяч тонн. 12 эсминцев типов «Саура» и «Турбины» заложены были в 24-26 годах и впоследствии, в общем-то, в рамках той же программы были заложены 12 более крупных эсминцев типа «Навигаторий». Это по бюджету 26-го года. А также начато по той же программе, начато обновление подводного флота. Но реально эти работы начались с 25-го года. Можно заметить, что в 25-26 годах на старой подводной лодке H-3, то есть это вот тип Голланд, который по всему миру там их было полно построено, даже в составе нашего флота это были вот тип АГ. И на Балтике у нас были в Первую мировую, и на Черном море, в Великое Отечественное они воевали. Вот они были и в итальянском флоте. И вот на одной из таких лодок, по проекту майора Перикле Ферретти, был испытан такой первый образец, то что впоследствии будет названо шнорхель, или у нас это называется устройство РДП, работы дизеля под водой. Как отмечают историки итальянского подводного флота, результат был получен положительный, но не радикально, поэтому вскоре об этом устройстве мирно благополучно забыли. Да, интересный факт, интересный. Да, ну, говорят, что у нас вот по проекту Гудима на подводной лодке Акула, некоторое такое подобное устройство испытывалось, примерно вот в то же время, как у итальянцев, такую штуку испытывали голландцы на одной из своих подводных лодок. Ну, фактически же до работоспособного состояния и массового производства это только немцы к 44-му году, как известно, да. Так, ну, чтобы зациклиться с подводными лодками, в общем, всего вот по программе первой послевоенной было построено 15 подводных лодок различных типов. Их постройка началась в 25-27-м году, в строй они уступать начали уже позже, там, где-то с 28-го года. Далее, по той же программе была построена серия быстроходных торпедных катеров типа МАЗ-427, вот представлен на картинке. Ну, надо сказать, что впоследствии по этому проекту, он казался для своего времени вполне удачным, были построены на экспорт аналогичные катера для флота Турции и Албании. Тогда же велись эксперименты по радиоуправлению на торпедном катере МАЗ-223, ну, как и в нашем флоте, без особого успеха. И также по этой программе был построен такой оригинальный корабль, он официально числился водолеем, но на самом деле являлся таким образом десантного корабля. Назывался «Адиджи» по проекту капитана Мальгади. Ну, капитан, кстати, вот капитан-майор, это напомню, что в итальянском флоте конструкторы, они относились в корпус корабельных инженеров, который имел армейские чины. И, кстати, корабельные инженер-механики тоже имели армейские чины. Настоящие моряки. Да, их только после, уже после Второй мировой войны перевели на военно-морскую линейку чинов. Ну и также нужно упомянуть, что в это время итальянские кораблестроители добились первого и, возможно, крупнейшего своего экспортного, так сказать, успеха. Аргентина заказала два тяжелых крейсера «Винтрясинко де Майо» и «Альберанте Браун». Нужно сказать, что это были самые крупные корабли, построенные на экспорт в межвоенный период вообще во всем мире. Ну, к экспортным программам. По 10 тысяч тонн, да? Нет, они были меньше. Они были порядка, по-моему, 7 или 6 тысяч тонн. Ну и артиллерия была как бы тоже не 203 миллиметра, а 190. Ну, на самом деле, это как бы уменьшенный вариант крейсеров типа «Трента». Даже внешне не очень похожи. Разве что имели одну трубу вместо двух, и вот срез палубы в корме. И дым пожиже. Да. Так, французы ответили на первую кораблестроительную программу итальянцев, более обширной программой. Значит, было построено по программе 24-го года два тяжелых крейсера «Дюкени Турвиль». Далее каждый год еще по одному. В 25-м «Сюфрен», в 26-м «Кальбер», 27-й «Фош». Кроме того, в тот же период строится два специализированных легких крейсера. Это крейсер «Минзак Плутон» по программе 25-го года и учебный крейсер «Жанна Д'Арк» по программе 26-го года. Кроме того, 12 контр-миноносцев уже увеличенного типа по 2400 тонн, 14 стадатых сминцев по 1500 тонн типа «Адруа», крейсер «Подводный Сюркув» – это известный такой «Морск» с 203-мм артиллерии, 26 подводных лодок первого класса по 1500 тонн, 20 подводных лодок второго класса – 600 тонн, 3 подводных минных заградителя, а также перестроен из линкора авианосец «Биарн» и с нуля построен гидроавианосец «Командант-тест». Это программа 26-го года. В конце 1927 года правительство «Миссаллини» принимает четырехлетнюю кораблестроительную программу, в которой вошли четыре тяжелых крейсера типа «Зара» с мощным бронированием и умеренной скоростью хода. Ну, нужно сказать, что уложиться в разрешенное возмещение 10 тысяч тонн итальянцам не удалось, поэтому тайно, не афишируя, стандартное возмещение было поднято до 11,5-12 тысяч тонн. И после этого был построен еще третий крейсер типа «Трента», то есть быстроходный, чтобы составить однородное соединение. В это время занимавший пост начальника главного морского штаба адмирал Ромео Бернотти ратовал за постройку авианосца «Хотя бы 8 тысяч тонн». Там понятно, что он должен был таким оказаться неполноценным, но… Учебным. Да, таким тренировочным, да. Чтобы хоть как-то отработать тактику применения, подготовку пилотов. Есть, что длина его должна была быть не меньше 200 метров. Нет, но это для авианосца хорошо. Ну да, я имею в виду, что он такое водоизмещение. Да, ну и «Японские люди» примерно такой был. Я так понимаю, что то ли они обменивались информацией, как бы вот… Подсмотреть могли. Да, могли подсмотреть. Ну, я думаю, что может быть о печальной судьбе итальянского вероносца мы как-нибудь отдельно поговорим. Там лекция будет небольшая, но просто материал нужно собрать. Он такой разбросан везде по крупицам. Последние десятилетия в журнале «Вотшип» было несколько статей, как раз посвященных итальянским работам по проектированию и по строительству авианосцев. Да, причем, значит, вот это 8 тысяч тонн. Причем сам Берноти считал, что корабль даже вдвое большего водоизмещения, то есть 16 тысяч тонн, будет катастрофически мал для того, чтобы быть нормальным авианосцем. Но предложение Берноти сначала отложили до 32-го года, а потом так и замылили. Итальянский вероносец был, значит, опять же, не с нуля постройка, а переоборудование только уже где-то в начале Второй мировой войны. Еще в 25-м году адмирал Таун-де-Ривель ушел в отставку и пост морского министра занял лично товарищ Бенита Муссолини. Как, опять же, характеризуют современные итальянские историки, это решение было ненужным и даже вредным. Ну, поскольку Муссолини во флоте понимал, наверное, чуть побольше, чем, как говорится, свинья в апельсинах, то у него нашелся тут же советчик такой. Это был министр связи Констанца Чиана. Тоже, кстати, товарищ флотский, адмиральское звание имел. Ну, фамилия Чиана, надеюсь, многие зрители знают, что вот его сын Голиана, Голианца Чиана, стал впоследствии зятем Муссолини. Ну, он стал впоследствии главой МИДа итальянского, но кончил очень плохо. Ну, это там и Муссолини не очень хорошо закончил. Муссолини попозже. Ну, и да, он нам не товарищ никакой. Есть, пережил. Чиана-старший ратовал за то, что итальянский флот должен активно действовать в Западном Средиземноморье, нарушать французские ему коммуникации и не давать французам перебрасывать в случае войны подкрепление из Северной Африки в метрополию. Для этого, как считал Чиана, необходимо соединение в составе быстроходных небольших легких крейсеров, это будущий тип Кондотьери, и кораблей поменьше, такого миноносного ранга, это будущий тип навигатории. Они должны были действовать в тесном взаимодействии с разведывательной авиацией, и более того, еще и сами на сети на борту разведывательные самолеты. Поэтому вот изначальные проекты эсминцев типа навигатории, они предусматривали не просто самолет, но еще и ангар. Прямо на эсминцы даже? Обалдеть. Напомню, у кого такого не было. Да, пожалуй. Нет, эсминцы с самолетами были, у голландцев были, причем действовали, а вот так, чтобы с ангаром, больше ни у кого точно не было. Это вообще самые маленькие боевые корабли, у которых предусматривался ангар. Не, на подводные лодки еще японские, например. Ну да, отводки там совсем специфические. Хотя они тоже большие были вообще-то, они, может, и больше, чем эсминец были. Да. Ну ладно, бог с ним. Ну, по большому счету, французы в то время придерживались примерно той же стратегии, то есть упор на быстроходные крейсера, но, правда, пока у и французов тяжелые, и вот те же самые контраминоносцы. В рамках идеи Чиана по программе 27-28 года было заложено 4 первых крейсера типа Кондотьери. Это Дебербиана, Диджусана, Калеони и Банденеры. Потом еще два в 1929-30 году Кадорна и Диас. Но, однако, еще до завершения данной программы новым начальником главного морского штаба стал адмирал Альфредо Актон, или Актон, ориентирующийся на более сбалансированные корабли, и поэтому с его подачи по программам 27-29 годов началось строительство эсминцев типа Дарда и Фальгоре. Ну, это такие стандартные корабли. Там у англичан были еще в конце 19 века эсминцы с одной трубой дымовой, а вот эти Дарда и Фальгоре это как бы первые в мире однотрубные эсминцы. Ну, их развитие впоследствии сказалось и вот на наших семерках. Понятно. Есть сходство. Да, есть некое сходство. После вот этих кораблей были еще заложены четыре более крупных эсминца типа Маэстрали, а также, опять же, по идее Мактона, началось строительство двух легких крейсеров типа Монтаку Коли и Антендола. Также в это же время продолжалось строительство подводных лодок, но их мы рассмотрим отдельно попозже. И, кстати, как мы говорили в одной из прошлых лекций, вопреки устоявшемуся мнению итальянцы стали пристальное внимание уделять развитию противологичных сил, ну, просто в силу технических проблем их, опять же, в меру, как сказать, возможностей. Не педалировали вообще этот вопрос, но имели в голове. Но, тем не менее, в 1931 году, опять же, как мы говорили, был заложен первый противолодочный корабль «Альбатрос». Также продолжались в это время и экспортные успехи Италии. В 1929 году поступил заказ от Турции на четыре скарганных миноносца. Было построено две серии по две единицы на базе эсминцев типа «Турбины». Причем, значит, два из них были классической компоновки с линейно-возвучным расположением артиллерии, а два повторяли итальянскую со спаренными орудиями. Ну, кроме того, можно упомянуть в 1927 году итальянцы построили два эсминца для Румынии, но это по британскому проекту как бы... Несомостийный, короче. Да, несомостийный, поэтому к экспортным успехам Италии это так имеет весьма костное отношение. И вот сразу практически после Турции четыре эсминца в качестве противовеса заказала Греция. А причем уже на базе более нового проекта Дордо. Тоже, но с классическим расположением артиллерии. Ну, и кроме того, из значительных кораблей можно упомянуть, что Парагвай тогда же примерно заказал две броненосных речных канонерки. Да. Серьезно, конечно. И страна серьезная, и корабли. Ну, это страна, не имеющая выхода к морю, поэтому вот речной флот она держала. Ну, мы потом еще о них скажем об этих двух канонерках. В то же время французы в 28-30 году заказали два тяжелых крейсера Дюпле и Алжир. Ну, последние итальянцы характеризуют как запоздалый, но действенный ответ на тяжелые крейсера типа Зара. И один легкий крейсер, крейсер Минзак Эмиль Бертен. А также шесть контраминоносцев 2400 тонного типа, шесть контраминоносцев более крупных, там их 2800 тонн ими называют, но это знаменитые Фантаски, самые быстроходные корабли в мире. И по 12 подводных лодок первого и второго классов. А впоследствии это уже по программе 31-го года два легких крейсера типа Ля Грессонья новых. И еще четыре по программе следующей 32-го года. Крейсеры тоже? Да, то есть всего шесть было, шесть для агрессионеров по двум программам. Италия в общей сложности между 23-м и 33-м годами заложила 18 крейсеров, 36 эсминцев, 49 подводных лодок. Тогда как Франция 14 крейсеров, то есть меньше, 46 эсминцев больше и 55 подводных лодок, тоже больше. Ну в общем в конечном итоге ни один из оппонентов не был удовлетворен достигнутыми результатами. Италия не смогла добиться паритета с Францией, а Франция не обеспечила себе достаточный запас сил на два театра. На лондонской конференции 30-го года Франция опять отвергла итальянскую инициативу установить паритет по легким силам и по подводным лодкам, кстати, что важно, причем итальянцы, вот тогда англичане выдвигали вообще предложение запретить подводные лодки в очередной раз. Итальянцы готовы были их поддержать, но французы пошли резко в отказ и другие страны тоже не испытывали энтузиазма по этому поводу, поэтому предложение об отказе от подводных лодок мирно провалилось. Франция же в это время собиралась существенно расширить свою кораблестроительную программу, что представляло серьезную угрозу для Италии и обе стороны в конечном итоге отказались ретифицировать лондонские договоры. Но в определенной мере все это носило сугубо академический характер, поскольку денег не было ни у той ни у другой страны на серьезное противодействие. Ну вообще как отмечают опять же итальянские историки экономисты, что ситуация экономическая в 32 году вообще была наихудшей за весь межвоенный период. Ну то есть великая депрессия наложилась, уже докатилась до Европы, а в Европе она сказалась гораздо хуже, чем в Штатах. Ну в общем вот все противостояние франко-итальянское опять свелось к легким силам, причем даже наверное еще более легким, чем было до этого, поскольку тяжелых крессиров уже ни та, другая страна не строили. ну неожиданно где-то со второй половины 32-го года началось некое сближение и виной тому стала Германия. То есть во-первых французы почувствовали возрождение германской промышленности и реваншизма, а уж после прихода Гитлера к власти стало все совсем плохо. причем надо заметить, что вот как пишут историки такие более как бы сказать политики наверное что в то время вот когда Гитлер только начал только только появлялся Муссолини относился к нему далеко не дружески он даже так ревностно считая что Гитлер возвращает идеи фашизма ну и плюс опять же реваншизм грядущий там были определенные терки между Италией и Австрией как раз по поводу территорий переданных Италией по результатам Первой войны в общем все это так постепенно сблизило Италию с Францией причем да французы еще очень боялись британской так называемой политики контролируемого роста Германии что вылилось в конечном итоге в 35 году в подписании англо-германского морского соглашения которое уравнивало германский флот с французским по общему тоннажу что для французов стало вообще просто таким ударом да ударом причем страшным если у них прийти с Италией прийти с Германией извините да против каждой мы можем выставить там не более половины для для Италии это имел тот положительный итог что французы в конечном итоге в 35 году решились на передачу Италии вожделенных земель на границе Ливии и Туниса то есть стоило огород городить до этого поэтому как бы да и плюс еще небольшой участок восточной Африке во французском Сомали то есть пока линкорные каникулы продолжались но две стороны уже в последующем друг на друга оглядывались в гораздо меньшей степени следующий морской министр пришедший в 29 году адмирал Джузеппо Сириани вот на данном снимке он представлен слева от Муссолини такой в позе Наполеона такой важный товарищ вот он продавил принятие следующей коровестроительной программы 32-33 года согласно этой программе намечалась постройка двух легких крейсеров Гарибальди Абруци это более более хорошо вооруженные более защищенные но менее быстроходные крейсера чем все предыдущие легкие итальянские ну что такую некую сдвижку военно-морской политики как бы характеризует в 33-34 годах по этому по улучшенному проекту по развитию предлагалось построить уже корабль с 8-ми дюймов тяжелый крейсер но эти планы реализовались как реализовались планы в 37-м году чилийская делегация тогда чили тоже заботившись отсутствием в своем флоте легких новых современных крейсеров обратилась в том числе и к Италии с предложением о постройке тяжелого крейсера но тоже в конечном итоге соглашение не было достигнуто далее вот опять же по предложению в сериане было развернуто массовое строительство миноносцев 600-тонного типа о которых мы говорили в одной из прошлых лекций про конвои да 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 про конвои первая кослекция дальше два десантных корабля будущих это типа горельяна тоже по теневой программе они официально числились водолеями но фактически это были такие вполне удачные десантные корабли в тридцать втором году появился весьма удачный экспериментальный тропедный катер МАС-4031 для данного типа развил скорость 41 узел как бы послужил прототипом для следующих проработок эскадренный именоносцы не закладывались вплоть до 35 года это вообще был самый большой перерыв в постройке итальянских эсминцев за всю историю за всю историю итальянского флота было связано с тем что хотели наконец-то получить эсминцы типа мастрали которые строились хотели чтобы они вошли в строй всесторонних испытать и только после этого уже продолжать строительство вот интересно интересный подход и наконец в это время было принято решение о модернизации линейных кораблей типа но об этом мы поговорим подробно в следующий раз их три осталось да получилось 4 а 4 ну там два подтипа то есть 2 и 2 всего 4 а так один же утонул вроде у них нет их было 5 а их 5 да что ж такое-то все я продевал все продевало я извиняюсь новый этап франко-итальянского предстояния начался с 1934 года когда французский парламент принял решение о постройке второго быстроходного линкора это будущий страсбург основным двигателем так сказать дальнейшее развитие итальянского флота стал адмирал доминика каманьяри занимавший пост заместителя морского министра но морским министром продолжал оставаться муссолини но поскольку времени у него на все не хватало у него там постов этих было как у Геринга да примерно как у Геринга вот поэтому как бы основное военно-морское строительство оказалось в руках адмирала Каманьяри а первый быстроходный линкор они когда успели построить французы подальше я забыл напомянуть дюнкерк это программа 29 года то есть в том времени уже был ну вот мы когда будем говорить о линкорах в этом подробно об этом расскажу просто как-то со второго да да как-то я пропустил извиняюсь ну как охорактеризовали адмирала Каманьяри будущие итальянские историки верно следовал постоянно меняющимся директивам премьер-министра то есть Муссолини заботясь о том чтобы обеспечить эффективность и модернизацию возложенного на него инструмента то есть военно-морского флота ну на самом деле сделал достаточно много для обновления итальянского флота именно он продавил принятое в апреле 34-го года решение о постройке так сказать полноценных линкоров максимально разрешенного водозамещения до 35 тысяч тонн это будущий тип Виктория Минета значит в отношении легких сил летом 34-го года Каманьяри инициировал разработку нового скаута типа улучшенной майстрали в 2100 тонн водозамещение ну в конечном итоге вот этот проект реализован не был он как бы потом переродился просто в проект во-первых обычного эсминца типа Ариани но это больше развитие майстрали как бы такой чисто линейные они очень похожи эти корабли но также вот этот улучшенный майстрали он лег в основу проекта будущего нашего лидера Ташкент красота какая сразу видно красивый корабль естественно тогда же значит Каманьяри инициировал постройку четырех эскортных авиза типа Пегаса о которых мы тоже говорили их после ввода строя переклассифицировали в эскортные миноносцы также еще в тридцать втором году был построен экспериментальный большой торпедный катер Стефану Тур с алюминиевым корпусом и дизельными двигателями ФИАТ там по 750 лошадиных сил ну к сожалению для итальянцев этот катер оказался неудачным как по конструкции корпуса алюминий коррадировал в морской воде но у нас те же самые проблемы были с г-5 так и двигатели оказались не очень удачными но тогда же был построен малоэкспериментальный торпедный катер МАЗ-437 тоже с дизельными двигателями но тут вышел чуть получше но тоже развитие не получил еще один любопытный корабль построен например в то же время это колониальный авиза эритрея спроектированный специально для службы в колониях ну поскольку крейсеров уже не хватало раньше в колониях крейсера служили и итальянцы в 30-е годы использовали как раз оставшиеся трофейные ну не трофейные реперационные германские крейсера они их там переоборудовали специально в колониальные но поскольку они все-таки безнадежно устаревали то решено было построить специальный вот корабль для службы в колониях оптимизированный там с улучшенными условиями обитаемости с гидросамолетом разведывательным там с достаточно скромным артиллерийским вооружением вот но зато способны выполнять штабные функции достаточно мощная дистанция была ну и нужно сказать что вот это с 35 года основное приложение вообще внимание итальянцев стала объясния то есть это итало-эфиопская война начавшиеся ну вот вторжение итальянца начавшись 3 октября 35 года она наверное во многом спутала планы ну и муссолини вообще как пишут считал что ему это дело сойдет с рук на самом деле оно привело к обострению отношений с великобритании там вообще ожидалось что может дойти до войны англичане начали усиление красы земноморского флота итальянцы тоже поднимали флоту приводили в боевую готовность в общем там и с французами у французов к тому же в это время пришел к власти народный фронт вы и вот антифашистские эти плюс еще наложилась и гражданская война в испании там все это одновременно в общем на начал складываться будущее вот два противобойствующих лагеря с конца 35 года впервые итальянцы начали считать великобританию потенциальным пройден когда раньше этого не было и вообще противобойство с британским флотом наверное итальянским морякам в то время виделась только в страшных снах да так и было с точки зрения корабле строения вот этот смещение акцента в сторону абиссинии привело к тому что появились планы создание мощного флота в красном море индийском океане то есть там возникли проекты во первых крейсеров типа улучшенной гарибальди кстати головной должен был получить красный имя константа чана который там времени умер и также в качестве быстроходных разведчиков при них должны были строится крейсера типа капитане романе опять же отчасти спроектировали на базе нашего ташкента ну и плюс возобновилось проектирование авианосцев но так сказать до этого так и не дошло в конце 35 года главный морской штаб принимает семилетний план развития флота ну опять же современные итальянские историки дали ему такое название флот эскалации концу ее осуществления это должно было произойти в сорок третьем году флот должен был состоять из 9 линкоров 3 авианосцев 36 крейсеров 142 осминцев миноносцев 84 подводных лодок 16 быстроходных а визу это развитие вот тех тип пегаса 24 охотника за подводными лодками по 350 тонн с дизельными силовыми установками 24 канонерских лодок тоже по 350 тонн тоже дизельных 48 больших торпедных катеров и 18 минных заградителей ну реально из всего этого богатства была начата постройка только 12 эсминцев типа создать и на то вот на данном данной таблице отражено и 12 легких крейсеров типа капитане романе это не считая подводных лодок и боевых катеров их строительство велось ну создание большого тропедного катера закончилась провалом в итоге итальянцы большим тропедным катером вернуться только в сорок первом году после того как получит в качестве трофеев несколько югославских тропедных катеров но это немецкие шнельботы которые строились германии вот тогда итальянцы уже на их базе фактически тот же шнельбот только с другими двигателями а вот за что в отношении на конструктор очень удачный а вот зато в отношении малых тропедных катеров итальянцы в тридцать седьмом году в общем так вполне успешную серию так называемый тип 500 или там 500 серия их всего было построено до 43 года 78 единиц в размещении 21 тонна и данные деревянные с высокой скоростью ну вот в итоге к лету 40 года то есть к моменту вступления италии в войну итальянский флот занимал как ему еще было положено по вашингтонскому договору пятое место в мире по общему тоннажу боевых кораблей и первое место в мире по подводным лодкам но не считая советского союза советский союз количественно превосходил но у нас много подводных лодок относились к типу малютка да тому же значительную часть но у нас подводных флот был разбросан по 4 несвязанным театром значит итальянцы начала второй войны имели в стою два линкора еще два а еще четыре высокой степени готовности они вступят в строй до конца первого года войны а 7 тяжелых крейсеров 12 легких плюс ты еще устаревших это бывшие германские и свои трофейные 59 эсминцев 69 наносто 115 подводных лодок ну также стоит отметить что в межвоенные годы итальянцы вышли на второе место в мире после британии по экспортным заказом причем в отношении тяжелых кораблей даже превзошли англичан ну приведу такие цифры значит это имеется ввиду заказанные корабли они не всегда были построены но не учитывают корабли переданные другим флотам из то стать из наличия то есть только специальные заказы значит итальянцы получили межвоенные годы заказы на четыре крейсера для 2 для аргентины это построенный два тяжелых и 2 для сяма они в конечном итоге были реквизированы но так и не вошли в состав итальянского флота 11 эсминцев 4 для турции 4 для греции 2 2 для румынии и наш ташкент 9 миноносцев это для сяма небольшие миноносцы вот представлены на картинке 500 тонн 10 подводных лодок 4 для бразилии ты для аргентины для для турции 1 для румынии ну также стоит отметить что несколько подводных лодок было заказано португалией в конечном итоге португалия их не выкупила но они сыграли очень важную роль в развитии итальянского подобного флота то есть это были такие этапные проекты ну а подводных лодках мы отдельно прям поговорим вот конкретно по итальянцам 4 ну шлюпа или эскортных корабля 2 для ирана достаточно больших и 22 для нашего флота это пограничные стражевые корабли киров и держинский которые на тихом океане были вот так же две упомянутых военосных речных канадских лодки для парагвая причем вот не скажу вот на данный момент находится ли они строю но буквально еще совсем недавно начале двадцать первого века корабли вполне себе плавали по реке пора на там или как она там называть лаплата вполне себе действовали на балл да так 8 патрульных кораблей вот там патрульные корабли даже можно назвать стражевыми катерами такие большие тонн по 200 4 для ирана ты для уругвая 2 для 1 для югославии и ты именно загранили 2 для сиама 1 для греции за то же время британия кузница мира построила всего один крейсер для аргентины да ну правда 33 складных наносца на экспорт на экспорт 10 для аргентины 6 для бразилии правда сначала войны англичане их реквизировали оставили себе 6 для чили 4 для турции 2 для греции 2 для польши 2 для португалии 1 для югославии 14 подводных лодок ну то есть почти сопоставимы итальянцы 10 причине 14 а также 2 до 90-х конецких лодки для сиама но это побольше чем итальянцы построили 14 личных конецких лодок от уже обычных причем 7 из них для китая они строились в гонконге вот так и комбийских совершили самостоятельный переход через атлантику большие конкретки речные плоскодонки вообще удивительно как они опять шлюпов и 2 минзада а вот французы которые всего как я говорю каких-то 50-60 лет назад были второй стороной в мире по и по фронту и по экспорту там даже где-то на первые места выходили вот франция очень сильно просела в экспорте она за межвоенный период построил всего три из кадрных наносца 2 для польши 1 для югославии то даду его слова потом еще два построили по лицензии на своих верстях там версии были с французским участием 15 подводных лодок 6 для греции 5 для польши 2 для латвии 2 для югославии и один минный заградите для польши вот большой корабль вот так что собственно по экспорту итальянцы неожиданно для себя наверное а может ожидаемо вот вышли на второе место в мире кстати стоит отметить что американцы имея большой флот экспортом межвоенные годы да за все межвоенные годы было построен всего четыре подводных лодки на экспорт вот как не груз там да совсем совсем не густо даже японцы больше на экспорт построили и постам крейсера для китая станет к намерки для китая для сиама там 2 90 береговой обороны больших построили вот такие дела интересный факт ну а не линкоры там клепали у себя короче да и мне когда было а подводя итог рассказу об итальянском креме строения межвоенных периодов сделаем так сказать несколько выводов вот одной из важнейших причин небольших успехов итальянского флота в годы второй мировой войны британский историк джон робертс вписавшие вступление к итальянскому разделу известного справочника конвой назвал собственно качество кораблей их оборудование а также отсутствие взаимодействия кораблей авиации и отсутствие радара но справедливо отчасти данное утверждение поскольку начиная с двадцатых годов итальянская корабле строительная политика была во многом ориентирована на создание быстроходных кораблей чтобы обеспечить преимущество скорости над зарубежными кораблями а не каких-то других характеристик в частности это впоследствии сказалось и на надежности и на вооружении ну и на прочности корпусов в общем во многом а в франции право надо заметить придерживалась близкого подхода хотя французские корабли конечно были более на более крепкими так скажем поскольку они во многом рассчитывались не только на средиземное море но и на возможность действия в атлантике уж тяжелые кассета точно итальянцы прилагали большие усилия к созданию мощных легких силовых установок к мерам по облегчению конструкции корпуса ну это все как опять же отмечают авторы некоторые было свойственно темпераментной натуре южных народов но отчасти справедливо наверно но конечные результаты были не всегда положительными правда надо сказать что большая скорость достигнута итальянцами на испытаниях вопреки расхожему мнению не всегда даже в большинстве случаев достигалось за счет того что корабли выходили на испытание при облегченными то есть данная практика она примерно была во всех странах что корабли испытывались ну приводоизмещение где-то близко к стандартному и во многих справочниках даже скорость при полной нагрузке идет отдельной строкой у тех же англичан там эсминцы при номинальной 35 узловой скорости в полном грузу давали 31 35 32 узла ну для итальянцев это негативно сказывалось опять же в том что когда к началу войны силовой установки были достаточно изношенными то номинально более быстроходные корабли стали проигрывать по скорости своему противнику формально имевшим менее скоростные корабли по справочникам понятно но опять же экономия веса приводила к преоблегчению конструкции что в свое время вело он сказать попадание одного и того же снаряда в легкой конструкции приносит гораздо более ощутимый ущерб чем более крепко и также и при навигационных авариях при посадках на мель опять же более легкие корпуса хуже ведут себя на волнении то есть заставляя снижать скорость ну в общем все эти проблемы они так сказать итальянцам были свойствами ну кроме того опять же переоблегчение и стремление впихнуть максимум выражения в минимум водоизмещение приводили к проблему с остойчивостью с мореходностью и так далее правда итальянцы в полной мере использовали тот фактор что их корабли создавались для средиземного моря им не нужна была такая большая дальность плавания как кораблям океанских держав британии франции японии соединенным штатам к началу войны итальянцы страдали от недостатка по несмотря на то что изначально двадцатые годы по у них было ну не слабее а зачастую и сильнее чем среднемировое но так сказать устарелась конструкции и вот они опять же упустили тот момент когда требовалось переходить на новые зенитные орудия зиме средства управления зенитным огнем вот к началу войны это сказалось в принципе ну наш флот наверно очень близкие проблемы испытывать можно закупали получать за 100 миллиметровки но мы закупили всего несколько штук там по моему около десяти они вот как только на 3 черноморских крейсерах на только там там штучно было мы закупали у них вот система управления днем наши они во многом базировались на итальянских конструкциях что для крейсеров что для эсминцев ну так же семерки хлипкие такие по традиции от итальянцев до пошли да да светки там как раз конструкции корпуса они по обводам отличались кстати может быть даже не лучшую сторону но конструкция корпуса да вот это чисто итальянская смешанные конструкции когда продольные средней части и поперечный набор в конечностях вот в момент в местах перехода они там испытывали повышенное напряжение и склонность к перелому собственно с заглушительной на северном море в смысле в арктике из-за этой погиб ну так же нельзя не упомянуть что принципиальные недостатки итальянских кораблей отчасти были вызваны и общей отсталостью итальянской промышленности то есть сварку итальянцы освоили позже и не в столь широком объеме как немцы конструкции вот опять же система вооружения изготовление электрических приборов радиолокации гироскопы вот гидроакустика радары во всем этом итальянцы ну я бы сказал что примерно занимали вот тоже самое где-то 5 6 место мировой иерархии то есть они конечно были лучше там чем какие-то страны уже совсем третьего мира там типа греции но ведущим морским державам все-таки уступали вообще упоминается даже такой эпизод когда для испытаний опыта в бассейне была изготовлена модель которая оказалась не соответствует заданному чертежу что говорит просто о том что от средний уровень инженерного состава в италии был все-таки слабее чем ведущий державах при том что выдающиеся конструкторы тип того же пульеза в италии имелись а вот средний состав страдал страдал вот ну и конечно главные проблемы итальянского флота были связаны с отсутствием морской авиации перед войной это считалось что взаимодействие между авиацией флота будет налажено в рамках граничного театра но война показала что опять же ведомственное разделение никогда к хорошему не приводила ну собственно на этом рассказ об итальянском кораблестроении в общих чертах я думаю можно закончить и предваряя следующее мы пойдем рассказать по порядку дальше мы рассмотрим все классы боевых кораблей он коров и надо обязательно всем интересов то есть рассмотрим их развитие какие-то наиболее такие конструктивные особенности я не хочу опускаться в цифры которые там их можно в любом справочнике найти но вот общие так сказать какие-то моменты которые впоследствии будут оказывать свое влияние на боевом применение этих кораблей что собственно самое интересное с точки зрения шиплавера вот об этом мы будем говорить да может быть в чем-то мы будем перекликаться с уже сказано в предыдущих моих лекциях но как говорила моя закрепим да как говорила научительница начальных классов повторение мать учения но опять же возможно не все это смотрели я думаю что будет интересно так что когда оставайтесь с нами про кораблики самолетики и танчики все любят поэтому надо рассказывать так что будем об этом говорить дальше следующий раз обязательно так что друзья подписывайтесь на спонсор поддерживайте нас до свидания до новых встреч всего самого наилучшего всего доброго